Привет! Мы не виделись с тобой целую неделю, а за это время столько всего произошло. Прямо сейчас я поделюсь с тобой новостями из мира видеоигр. Это программа про игры. Мы начинаем! 10 декабря пройдет традиционная премия The Game Awards. Уже сейчас на сайте премии доступен список номинаций. Лидером среди номинантов стала The Last of Us часть 2. Игра претендует сразу на 9 наград. Следом за ней идет Hades, новый проект от инди-студии Supergiant Games, основанный на древнегреческих мифах. Игра номинирована в 8 категориях. Организаторы премии не обделили вниманием Призрака Цусимы, Final Fantasy VII Remake и новую часть Doom. В других номинациях отличились такие игры, как Among Us, Fall Guys, Resident Evil 3, Mortal Shell и No Man's Sky. В список номинантов получилось даже впихнуть новоиспеченные Assassin's Creed Valhalla и Vaget Oaks. Какие прогнозы можно сделать относительно главной категории? Если организаторы премии пойдут по пути Golden Joystick Awards, то игрой года, конечно же, станет The Last of Us. Однако, несмотря на такой, казалось бы, очевидный выбор, недооценивать других номинантов не стоит. Конкуренцию The Last of Us во многих категориях составят такие хиты, как Hades, Призрак Цусимы, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing и Doom. Понятное дело, что в своих нишевых категориях проекты являются лидерами. Так, например, Hades наверняка возьмет награду лучшая инди-игра. Animal Crossing станет лучшей семейной игрой. А Final Fantasy VII Remake – лучшей ролевой игрой. Doom Eternal просто обязан победить в категориях лучший экшен, лучший саундтрек и лучший дизайн звука. Согласись, рубить демонов под метал-альбом, записанный Миком Гордоном, это... Просто а... Помимо награждения, на премии ожидается много анонсов. Организатор и ведущий The Game Awards сообщил, что Том Холланд будет присутствовать на церемонии награждения. Возможно, именно на Game Awards мы увидим первый трейлер киноадаптации Uncharted, в который Том сыграл главную роль. Кроме этого, в СМИ появляется все больше сведений и слухов об анонсе новой Silent Hill. По данным портала Rely on Horror, новую Silent Hill действительно представят на The Game Awards 2020. А ее создание будет происходить под руководством Кейтира Таямы. Это всего лишь первая информация об анонсах. Какие сюрпризы для геймеров приготовили организаторы премии, и станет ли The Last of Us 2 игрой года, мы узнаем уже 10 декабря. Однако 10 декабря все ждут не из-за Game Awards. Именно в этот день выходит самая ожидаемая игра для многих геймеров по всему миру. Да, дамы и господа. Cyberpunk 2077 Уже через неделю ты сможешь расчехлить то, что ты там расчехляешь, чтобы поиграть в видеоигры и насладиться киберпанком 2077. За последнее время проекты делятся новыми подробностями чуть ли не каждый день. То новый геймплей выложат, то расскажут о технических характеристиках игры, то на улицах Европы засветит очередной промо-постер, то анонсируют саундтрек, в котором лид-сингл исполняет сам Киану Ривз. Информации действительно очень много. Вот что ты точно должен знать. Релиз игры состоится 10 декабря в 3 часа утра по московскому времени для ПК, PS4 и Xbox One. Базовая версия проекта без обновлений первого дня занимает около 72 гигабайт. А пока ты ждешь выхода киберпанка, можешь ознакомиться с другими новинками декабря. О них я расскажу тебе сразу после заставки через... Что же выходит в декабре? Разработчики со всего света приготовили игрокам множество разных сюрпризов. Парад невиданной щедрости начнется уже сегодня, вместе с выходом Immortals в Tennis Riding. Разработчики из Ubisoft выпустили античное приключение с открытым миром. Древнегреческие мифы, боги Олимпы и могущественные чудовища. Погрузиться в Одиссея можно уже сейчас. Также в декабре вышла игра Twin Mirror, очередной проект от французской студии Don't Not. Увлекательный детектив осложнен вторым «я» в голове главного героя. Ему предстоит раскрыть тайны небольшого городка и разобраться с секретами своего разума. Чему же приведет сюжет детектива? К разгадке тайн города или тяжелой форме шизофрении главного героя? Это можно узнать только сыграв в Twin Mirror. Ну можно, конечно, на ютубчике глянуть прохождение, это как бы не запрещается, но это так себе на самом деле не надо. Если два предыдущих варианта тебе не подходят по какой-то непонятной причине, то вот еще один. Heaven. Приключенческая игра о паре влюбленных, сбежавших на отдаленную планету. Изучай разбитый на осколки мир и сражайся с теми, кто хочет вас разлучить. Почувствуй дух бунтарства и свободы в новинке от студии The Game Bakers. PlayStation Plus в декабрь порадует любителей экшен-игр. Sony решила согреть подписчиков сервиса PS Plus и подготовила просто взрывное ассортив из игр. Worms Rumble — это королевская битва, в которой подрыв противника является единственным. Это единственным способом разрешения конфликта. Just Cause 4. Революция, погони, драки, перестрелки. И все это на территории огромного цветущего острова Солис. Но наслаждаться красотами острова вам будет попросту некогда. Местный угнетатель попытается уничтожить тебя. Именно по его вине на голову главного героя обрушатся дождь, гром, молния, снежный вихрь и прочие катаклизмы. И остановить надвигающийся климатический Армагеддон предстоит именно тебе. Rocket Arena. Тут все и по названию понятно. Взрывы, игроки и замкнутое пространство. Все составляющие для веселой и жаркой схватки. Студия Blizzard рассказала об эксклюзивных событиях для World of Warcraft в декабре. 7 декабря в игре пройдет мини-праздник «Фестиваль Странника». Выполните нужные условия и сможете получить боевого питомца-черепашку. С 16 декабря в игре стартует глобальный праздник «Зимний покров», который продлится до 2 января 2021 года. Игроков ждут традиционные новогодние развлечения с елками, подарками и украшенными игровыми локациями. 2020 год завершится ярким праздником фейерверков, который пройдет в столицах и пиратской бухте 31 декабря. На такой праздничной ноте выпуск подходит к концу. Мы увидимся с тобой на следующей неделе. Если выпуск понравился тебе, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на наш канал. До встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!